Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим метод 360 градусов в оценке качества технологического процесса пищевых производств. Что же это за метод 360 градусов? Это метод, который используется сейчас для оценки персонала. И он заключается в выявлении степени соответствия сотрудника занимаемой должности посредством опроса делового окружения сотрудника. Термин метод оценки 360 градусов был введен Уордом в 1987 году. Уорд определил данный метод как систематический сбор информации относительно результатов индивидуума или группы, получаемой от окружения. Суть методики 360 градусов заключается в том, что оценку сотрудника проводит все его рабочее окружение. Это руководители, подчиненные, коллеги и клиенты. Результат оценки – рейтинг свойств сотрудников, который включает оценку меры компетенции, меры компетентности и соответствие этого сотрудника занимаемой должности. Это коротко о том методе 360 градусов, о котором уже известно. Я же предлагаю посмотреть на метод 360 градусов с точки зрения оценки качества технологического процесса пищевого производства, качества готовой продукции. Но вначале зададим себе такой вопрос. А как мы воспринимаем эти 360 градусов? Довольно часто эти 360 градусов воспринимаются так, как будто человек стоит в центре и начинает осматриваться, вращаясь вокруг своей вертикальной оси. Как, например, сейчас вы видите демонстрацию панорамы, которую я снял зимой на улице. Я стою в центре, но вокруг меня обзор 360 градусов. Я делаю один круг, я также могу сделать второй круг и увидеть на 360 градусов, что находится, допустим, в условном ноле градусов от меня, в 60 градусах от меня, в 120 градусах от меня, в 180 градусов, когда я повернусь на полоборота. Так ли нужно воспринимать метод оценки 360 градусов, когда сотрудник стоит в центре и он осматривает оборудование и технологический процесс? Или же по-другому? Я подготовил свое предложение, как я вижу этот вопрос. И подготовил вот такую заготовку, которую я назвал пирамидой качества. Пирамида есть основание и есть четыре стороны. Я ее буду показывать вот так. Третья и четвертая. Каждая сторона соответствует важному составляющему элементу производства пищевой продукции. Без чего это производство просто немыслимо. Начнем это рассматривать более подробно. На первой грани это технологическое оборудование. Да, без машин мы не можем сделать пищевой продукт. Вторая грань это способ производства или технология. Третий это состав продукта. И четвертый это управление и организация производства. Начнем с технологического оборудования. Мы можем оценивать технологическое оборудование. И сюда я включаю в том числе и электронное оборудование. Электрическое оборудование. Механическое оборудование. Гидравлическое оборудование. Все оборудование, которое представлено в виде железа. Того или другого. То есть в виде либо железа, как железо, как мы его видим. Корпуса. Допустим шнека. Или корыта. Или смесителя и так далее. Либо же железо, как проводов. Или электронных компонентов. И здесь мы для каждого из этих граней, рёбер, граней можем определить от нуля до 100%. Насколько качественно работает каждая из наших составных частей. А если у нас, давайте на примере оборудования. Если у нас оборудование работает не так, как мы запланировали. То соответственно у нас наша, она не будет достигать. Вот допустим это будет 100%. От основания до вершины. Это 100%. Но если у нас оборудование не работает на 100%. То как у нас будет вот наша грань достигать вершины? Она не будет достигать вершин. Она оборвется где-то раньше. И здесь будет отверстие. То есть недоработка. Далее мы переходим к способу или технологии. Если у нас способ несовершенный. Или в технологии есть сбои какие-то. Я сейчас не говорю конкретно какие именно. Это вы знаете лучше меня. То соответственно и мы не достигаем 100% на этой грани. 100%. И у нас снова есть какая-то недоработка. И снова у нас эта грань неполноценная. У нас обрезано и здесь отверстие. То же самое со составом продукта. Потому что состав у нас подбирается по совокупности белков, жиров, углеводов, пищевой, энергетической ценности, содержания витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и так далее. В зависимости от того какой мы пищевой продукт производим. И если у нас состав не соответствует требованиям, то у нас опять не будет 100%. 100%. У нас будет меньше. И снова у нас образуют соответствия. И у нас снова не будет полноценной грани. Управление. Управление. Куда я отношу как организационную структуру предприятия. Как наличие всех необходимых документов, которые технических инструкций, технологических. Инструкций, технических условий. Инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования. По устранению неполадок на оборудовании. Обучение персонала, если оно такое есть на предприятии. Тоже опять же, если у нас все хорошо в управлении организацией, то у нас будет 100%. И грань будет полноценная. Но если у нас что-то не так, то у нас опять грань не будет доходить до конца. И будут отверстия. А если у нас каждая грань не доходит, то мы получаем не пирамиду, не полноценную пирамиду, а усеченную пирамиду, которая будет давать некачественный продукт. Продукт с пониженными характеристиками. Причем здесь, и вы наверное задаете вопрос, а при чем здесь 360 градусов? А если мы посмотрим, вот я сейчас вращаю эту пирамиду. Разве мы не смотрим на нее как 360 градусов? Разве для нас вот это не 360 градусов? Но только для нас, это в данной конкретной ситуации, мы смотрим снаружи. Снаружи пирамиды. А не так, как я вам показал раньше, когда находился в центре и снимал панораму вокруг себя. Теперь уже мы не в центре. У нас в центре вот наша пирамида качества. Как ее еще по-другому назвать? Может быть здесь, может быть я ошибся. Может быть здесь не 4 грани. Может быть здесь нужно сделать 5 граней. Будет 5-гранная пирамида. И с 5-гранником в основании. Возможно. Но я вот сейчас, я не знаю, что добавить на 5-ю грань. Мне кажется, что я добавил то, что нужно. И уже начиная вот с такого положения, можно начинать анализировать тот технологический процесс, который есть сейчас на производстве. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте колокольчик уведомления. Поставьте все уведомления на колокольчике, чтобы быть в курсе, когда выйдут новые видео. Спасибо вам за внимание. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.